Пропаганда правил дорожного движения становится все более современной. Чтобы популяризировать ношение светоотражающих флекеров на одежде школьников, специалисты Комитета по делам молодежи, ребята из танцевальной мастерской и представители экстрим-сообщества организовали флешмоб. Участие в нем приняли более 500 человек. Какую-то часть мы учим сначала с ребятами из Айди, также учат наши преподаватели хореографы, а затем информация размножается по всем группам танцевальной школы и выкладывается обучающий ролик в интернет, с помощью которого могут выучить абсолютно все желающие от мала до велика. Маленьких участников флешмоба было гораздо больше, чем взрослых. С каждой новой песней на сцене торгового центра появлялись новые танцоры. Посмотреть на малышей собрали сотни зрителей. Сотрудники ГИБДД раздали ребятам светоотражающие фликеры. За 9 месяцев этого года в городе Иваново произошло 197 наездов на пешеходов. Из них 103 в зоне пешеходного перехода. 4 человека погибло, 109 получили травмы тела. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество наездов на пешеходов в зоне пешеходного перехода уменьшилось на 1%. Количество погибших в ДТП уменьшилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Организаторы танцевального флешмоба – автолюбители и сами. Они рассказывают, ношение фликеров действительно может спасти ребенку жизнь. В темное время суток очень заметно, а так как сейчас наступила осень, темнеет достаточно рано, когда еще дети идут в школу темно, некоторые заканчивают во вторую смену учиться поздно уже темно. Светотражающие на нерегулируемых пешеходных переходах, где нет светофоров, очень даже помогают. И весело, и с пользой. Именно так можно охарактеризовать получившийся флешмоб. Не все движения были выполнены синхронно, и не все участники выучили танец. Но это не важно. Большинство зрителей все равно хотели пуститься в пляс. Елена Белова, Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.